Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть! И сегодня делаю болгарский соус на зиму. Его называют лютеница или лютеница. Есть много вариантов этого соуса, например, с баклажанами, но я буду делать самый простой. Тем не менее, соус обладает насыщенным вкусом и ароматом и отлично дополнит любое блюдо. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием. Итак, для начала красный болгарский перец помыла и выкладываю на застеленный противень. Отправляю в духовку, разогретую до 200-220 градусов. Запекаю до полной мягкости. В конце включу верхний нагрев, чтобы перец слегка подгорел. У меня на все уходит минут 30, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Сразу же прямо в горячем виде перекладываю в кастрюлю. Плотно накрою и дам постоять, так кожица будет легче сниматься. Тем временем помою помидоры, отрежу все ненужное и произвольными кусками нарезаю в кастрюлю. Затем отправлю на огонь и буду варить до полной готовности. После этого порциями прямо в горячем виде перекладываю массу на сито и перетираю, пока не останется одна кожица. Затем ее убираю и накладываю следующую порцию. Болгарский перец практически остыл и теперь его легко очистить. Снимаю пленку и убираю семена. Если они сложно удаляются, очищенный перец можно промыть под проточной водой. Друзья, у меня на канале уже есть рецепты соусов на зиму. Например, соус краснодарский по ГОСТу, соус с базиликом, а также соус с луком. Все ссылки вы найдете под описанием. Далее режу запеченный перец кусочками, совершенно произвольно, можно не очень мелко. Кладу его к протертым помидорам, отправляю кастрюлю на газ и после закипания варю до полной мягкости перца. Обычно это занимает минут 15. При этом можно накрыть крышкой. После этого добавляю сюда соль, я использую каменную, сахар и тертый на мелкой терке чеснок, примерно столовую ложку. Сюда же выливаю растительное масло без запаха и 9% уксус. Я обычно беру яблочный. Хорошенько размешиваю, варю еще минут 5 и прорабатываю погружным блендером. По желанию сюда можно добавить острый перец, как свежий, так и сухой, и копченую молотую паприку. Варю еще минут 5, можно под крышкой, и затем прямо в кипящем виде разливаю по стерилизованным банкам. Я обычно хорошо мытые банки стерилизую в микроволновке, а крышки просто держу в кипятке. И так накрываю и хорошенько завинчиваю. Укрываю банки, не переворачивая, и даю остыть. Из исходного количества продуктов у меня получается примерно полтора литра соуса. Он очень ароматный и вкусный, средней густоты. Когда он постоит, станет немного погуще. Друзья, если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и обязательно напишите комментарий. Смотрите и другие мои заготовки на зиму, подписывайтесь на канал Есть-Поесть. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.